В 1979 году указ советских кинотеатров выстраиваются огромные очереди. Многие стоят здесь уже не второй и не третий раз. На экраны страны выходит первый отечественный боевик «Пираты 20 века». Поразительный эффект производят невиданные в советском кинематографе герои. Один из них – самый экзотический пират Салех в исполнении Талгата Нигматулина. Именно Нигматуллин впервые демонстрирует неискушенным советским зрителям приемы восточных единоборств. Публика, знакомая с подвольным видео, гордо называет его «Наш Брюсли». «Пираты 20 века принесли ему необыкновенную славу». Одновременно же, наверное, стали и общим предвестием бед, которые с ним случились. Легенды складываются о тех, кто идет по пути испытаний и проходит его до конца. Талгат Нигматуллин, как и положенный герой легенды, был сложен из противоречий. Любимец женщин и аскет, пацифист и воин. Казалось, историей, которой рассказывают о нем, это истории о разных людях. Одному человеку не прожить столько за 36 лет. Я очень любила на Талгата смотреть. На Буту человек может здесь смотреть, так, на Буту, да? И думать о чем-то своем. Он был загадочен. У него была какая-то тайна и загадка. Главной загадкой Талгата Нигматуллина принято считать его смерть. Нигматуллину убили близкие друзья, члены эзотерической группы, называвшие себя странниками. В 85-м делу, сколыхнувшему страну, придали политическую окраску. Власти развернули борьбу с сектанством. Но сегодня появились новые факты. Появилась возможность говорить на темы, запрещенные для обсуждения в СССР. И стало понятно. Борьбой с сектанством эта история явно не исчерпывается. Эта история поразительно похожа на притчу. Непридуманный рассказ о любви и ненависти, о выборе и свободе. Она не столько о тайне смерти. Эта история о тайне жизни. Я слыхал, Леха, меня один человек ищет. Как тебя кличут? Хан. Талгат Нигматуллин не только в кино, но и в жизни старательно поддерживает имидж загадочного героя. Его детство окутано тайной. Даже друзья не знают всей правды о происхождении Талгата. У меня по его рассказам создалось впечатление, что у него такие очень древние корни. И что если бы не советская власть, все бы было совсем по-другому. Я еще говорю, ну и что, и кем бы ты был? Ну и что ты без советской власти? А он мне говорит, нет, я бы сейчас был бы таким баем. Знатное происхождение, легенда, которую придумал сам актер. Талгат Нигматуллин родился в шахтерском городке Кызыл-Кия, Киргизской ССР. Отца Талгат почти не помнил. Тот погиб под горной лавиной. Его мама, школьная учительница, родила четверых детей от разных мужчин. Но ни один из этих мужчин не стал ее мужем. Талгат был последним ребенком, самым слабым и болезненным. Не в силах одна содержать всех детей, мать отдала Талгата в детский дом. Эй, Эй, Билда, что ты делаешь? Еще раз сунешься, раздавлю. Однажды он там познакомился с девушкой, которая ему очень нравилась, он у него был влюблен. Но она ему сказала очень грубо, что ты посмотри на себя какой-то. И тогда он решил доказать ей и всем остальным, что он не такой. Обиженный отказом девушки танцевать с ним, Талгат убежал далеко в степь, чтобы никто не видел его слез. Тогда он поклялся сделать из себя совершенного человека. И оставался верен этой клятве всю жизнь. Чтобы обрести пленявшую женщину санку, Талгат занимался борьбой, хореографией и гимнастикой. Чтобы в совершенстве овладеть русским языком, переписал от руки два тома войны и мира. После окончания школы, летом 66-го года Талгат Нигматуллин отправился покорять Москву. К этому времени от больного рахитом мальчишки в его облике уже не осталось и следа. Он был очень пластичен и лучше всех по пантомиме он работал. Он вообще пантомимой занимался, по-моему, до этого. Был невероятно пластичен, фигура прекрасная. В свою пластику Нигматуллин оттачивает в училище эстрадно-циркового искусства, на отделении клоунады. Именно отсюда он приходит в кино. В фильме «Баллада комиссария» Талгат играет холеного белогвардейца в лаковых перчатках. Играет крайне убедительно. Никому и в голову не может прийти, что чуть больше года назад этот парень приехал из киргизской глубинки. Вы такая умная, добрая. Господи, кому же верить-то? Как кому верить? Мне верьте, мне! Слово офицера. Уже через полгода для Талгата открыты двери в ГИКах. И не просто актерское отделение, а легендарная мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Мечты недавнего детдомовца о признании сбываются с головокружительной скоростью. Совместное обучение актеров и режиссеров разработал и обосновал народный артист Советского Союза Сергей Герасимов. И в каких уголках нашей страны или нашей планеты не трудились бы эти молодые художники, они вечно будут помнить Москву и свой Всесоюзный государственный институт кинематографии ВГИК. Начало обучения во ВГИКе – счастливое время для Талгата. Кажется, что желаемое совершенство уже почти достигнуто, и удача у него на посылках. Талгат легок и свободен в манерах. В глазах окружающих Нигматуллин выглядит баловнем судьбы. Я помню, мы с ним очень долго учили танцевать танец под названием «Пасадобль». Почему нас поставили в пару, я не знаю до сих пор. Но я была такая немножко стеснительная. Он был раскованный, восточный юноша. В общем, он обучал меня танцевать, этот «Пасадобль» очень благотворно действовал в своей раскованности. На курсе герасимовцев Нигматуллин выделяется своей неординарной внешностью. Женщина без ума от его восточного колорита. Но в этот момент Талгат встречает настоящую любовь. Загорелый, с развивающимися черными волосами, в белой рубашке опаш летит, как, ну просто, я не знаю, такой средневековый рыцарь. Такой потрясающей белозубой улыбкой, с этими раскосыми невероятными таинственными глазами. Честно говоря, я не просто обомрела, я просто сошла с ума. Все, я влюбилась моментально, вот в первую секунду. Отношения Ирины и Талгата поражают однокурсников своей трепетностью. Так не бывает, говорят все. Но при этом Нигматуллин продолжает идти по выбранному однажды пути. Он необыкновенно требователен к себе, и близкие для него люди вынуждены вести себя так же. Я не признавалась, что я ничего не умею. Мы же не жили с ним одной семьей. Я не признавалась, я все умела. Надо? Пожалуйста, сделаю. Что бы там я ни было, три часа, пять часов промучаюсь, слезы пролью. Но все равно, нет, я не признавалась, я все умею. Во время учебы Нигматуллин живет в старом общежитии в ГИКО на улице Будайской. Его сосед по комнате Николай Еременко-младший. Кроме общей профессии, комнаты и веселых студенческих лет, Талгата и Николай объединяет весьма экзотическое для советских студентов увлечение. В СССР пришло карате. Энтузиасты с огромным трудом доставали редкие заграничные самоучители, тайком делали копии и осваивали по ним движения и удары. Все они называли себя каратэ-ка, ученик карате. Так же поступал и Талгат Нигматуллин. Вместе с Еременко они отрабатывали приемы загадочной борьбы повсюду. В аудиториях, коридорах в ГИКО, общежитиях. Они считали себя борцами за справедливость, эдакими... Если что-то происходило, но происходило во ГИКО в общежитии каждый день что-нибудь. Самый буйный был второй этаж, там, где жили операторы. Там все время кто-нибудь дрался, напивался, кто-нибудь воевал с третьим этажом и так далее. Вот Рубин Гуды, Нигматуллин и Еременко были всегда на чеку. Если где-то что-то происходило, то они как неотложная помощь летели туда. Тапы-тапы, девочки, можно с вами познакомиться? Прекратите, парни! Тихо-тихо, девочки! Пошел отсюда мордой! Хватит! А ты кто такой? Я же сказал, прекратите! Кончай, ну! Ты что, дурак, Стив? Пошли! Ну, ты у нас еще получишь! На набережной мы где-то были и возвращались в гостинице. И подъехали эти люди, их было шесть человек на трех мотоциклах, таких здоровых ребята. Вот, и попросили закурить. Я за сигарету, он говорит, Паш, да ему не это надо, я тебе поговорю, ты отойди. Ну, я, честно сказать, даже не успел отойти, потому что эти шесть человек уже лежали. Искушение силы Нигматуллин преодолел довольно быстро. Возможно, сказался детдомуский опыт. Талгат знал, что такое быть слабым и что такое быть несправедливо наказанным. Он был взрывной, очень взрывной. То есть взрывался мгновенно, но не конфликтный. То есть, как он взрывался, так он и гостил свой взрыв. Внутри это был очень порядочный и добрый парень. Чтобы прочесть кодекс самураев подлинники, Нигматуллин начал самостоятельно учить японский язык. В любом деле, Талгат оставался максималистом. Ему требовалось абсолютное знание. Он читал Гурджиева, читал Раджиниша. Читал Библию. Читал Кастанеду. Настойчивый поиск совершенства становится наваждением всей жизни Талгата Нигматулина. Путь его духовных исканий – это путь ежедневных побед над собой, исследования границ добра и зла, экспериментальным путем. Читал Кастанеду. Кастанеду. Талгата Нигматулина, места в них нет. Он хотел играть роли, которые по внешним своим данным не мог играть, но, может быть, по многим другим параметрам он был более достоин, чем те, кто эти роли сыграли. Поэтому это была некая трагедия. Это очень тяжело быть вторым. Тем более, что если ты не второй от них. Талгат очень переживает. Выросший без отца Нигматуллин ищет человека, который мог бы его заменить, стать для него отцом и учителем. Не найдя такого человека в Керасимове, Талгат будет продолжать эти поиски всю свою жизнь. Он искал лидера, на самом деле. Он искал какой-то силы, какой-то необыкновенной силы. В поисках силы человек обязан пройти немало испытаний. Новым ударом до Талгата стал уход Ирины. Шевчук не могла более выносить такого бескомпромиссного отношения ее возлюбленного к себе и близким. Может быть, я просто была еще тогда маленькая, не умела так управлять своими чувствами, но я попала в такой плен, что если бы я от него не отошла, я бы просто стала домохозяйкой и страдала бы всю жизнь. Это было просто невозможно продолжать. Просто невозможно, потому что, ну, наверное, нашей профессии любовь возможна, только не такая. Чтобы держать себя в форме, Талгат посещает секцию Германа Попова, известного на всю Москву тренера каратэ. Талгат Мигматуллин появился у меня в конце 70-х. Тогда это был начинающий актер. Ну и первое, что вот бросалось в глаза при первом знакомстве с ним, это его какой-то врожденный аристократизм. Но каратэ, как путь к совершенству, уже не вдохновляет Талгата. Выяснив, что быстрота движений Брюса Ли «Заслуга спецэффектов», Нигматуллин разочаровывается в прежнем кумире. Не все гладкое в творчестве. После очередной критики своих произведений Талгат сжет большинство рукописей. В этот переломный для Нигматуллина момент происходит встреча, ставшая для него роковой. Новые приятели из секции Попова знакомят Нигматуллина с экстрасенсом и целителем Абаем Борубаевым. Сын высокопоставленного чиновника из Киргизии представляется ученым, занимающимся сверхспособностями человека. Объект его исследований – Мирза Кымбатбаев. С ним Абай познакомился на кладбище каракалпакского поселка Беруни, где Мирза работал сторожем. Экзотический дервиш, якобы владеющий древними секретами, как Мефистофель для Фауста, открывает для молодого ученого двери малодоступных кабинетов. Очень странно. Он все шил сам. Это жутко сшито его руками. Этот халат, на нем всякие бусы, значки. Он дарил всем значок с Лениным. Говорил, что Ленин – большой мастер. Мы же, представим, смущаясь, но надевали. Тот же директор, академик, директор Института Востоковедения наделал. И ходил, пока Мирзовая был, со значком Ленина на груди. Среди знакомых Абая Борубаева люди довольно влиятельные. Один из них – член ЦК КПСС, главный редактор журнала «Огонек» Анатолий Сафронов, объявляет Абая и Мирзу не больше, не меньше. Надеждой советской науки. Камбатбаев Мирза относится к числу людей, обладающих уникальными способностями, наблюдение за которыми очень много может дать для развития современной науки о законах человеческой психики. Молодой ученый Борубаев Абай установил с ним взаимодействие и ведет записи научного характера. Это знакомство для Талгата приобретает особый смысл. Восточная мудрость гласит, учитель сам отыщет ученика, когда тот будет достоин. Талгат чувствует, что готов, что он преодолел достаточное количество испытаний. Он верит, что знакомство с Абаем и есть долгожданная встреча с наставником. Абай, он ведь совершил некий подвиг духовный тоже. Чем он привлек, я думаю, Талгата? Он порвал со своей семьей. Его папа и мама были высокопоставленными партийными сотрудниками. Он ушел от комфорта. Он побил весь хрусталь в доме. Папа посадил его в сумасшедший дом. Талгат очарован поступками Абая. Он видит в них проявление высшей духовности. А заточение в клинике воспринимает как страдание за веру. Его забрал из психушки Талгат на свои поруки. Пришел к своим авторитетам, своей популярностью. Он дал расписку, что отвечает за Абая Барубаева. И его выпустили. Он жил у него дома. В этот момент Нигматуллин женат на Халиме Хасановой. Она ждет ребенка. Новый знакомый чудесным образом излечивает ее от жуткого токсикоза. Талгат окончательно убеждается, их встреча не случайна. И в жизни Нигматулина действительно происходят перемены. Режиссер Борис Дуров предлагает ему роль в картине «Пираты 20 века». Не убивай меня. Я тебе пригожусь. Все сделаем. Сцены поединков со старым другом Николаем Еременко снимаются без каскадеров. В итоге непрерывные дубли и падение на бетонный пол. Максимализм Талгата превращает игру в нешуточное испытание. Он говорит, ну ты понимаешь, ну вот если я вот буду, я могу, конечно, только вот эту палку доносить до тебя. Доносить, ну понимаешь, и у меня как бы на лице будет неправда, и у тебя на лице тоже, в общем, будет изображать все будешь. Я говорю, ну а что делать-то? Он говорит, ну может попробуем по-настоящему. Я говорю, ты меня убьешь. На, всыпь я ее. Я не бью женщин, у меня к ним другой подход. Филим «Пираты 20 века» приобретает невиданный успех и практически сразу становится культовым. Творческие встречи, цветы, поклонницы. Новый знакомый Нигматулина всегда рядом. Уверовав в магическую помощь учителя, Талгат ловит каждое слово Абая. Но Халима Хасанова не в восторге от этой дружбы. Если мужчина все видит буквально глазами, буквально, то женщина видит духовными очами. Она прежде всего чувством, интуицией видит. В общем, в целом, если говорить, то женщины, конечно, должны быть такими телохранительницами, что ли. Потому что многие вещи мужчины просто не понимают, что они делают. Хотя они убеждены в том, что они абсолютно вот и до все понимают. Но они не могут предвидеть всего так, как умеют предвидеть женщины. Отстоять Талгата Хасановой не удалось. Несмотря на семь счастливых лет вместе, она уходит, даже не собрав вещь. Берет с собой только сына, Саида. Не знаю, на чём они основаны, но на чём-то основаны. Подозрение моей мамы, то, что Абай сказал ему расстаться с ней. То есть, оно, как бы, вот их расставание, оно не было только из-за того, что ему Абай сказал. Но, как бы, это тоже учитывалось. Потому что мама была против его общения с этими людьми. Все мысли Нигматулина теперь заняты учением Абая под названием «Четвёртый путь». Смеси суфизма, дзен-буддизма и эзотерики. Один из постулатов этого учения гласит, чтобы познать высшую истину, адепт должен избавиться от своего «я». Для этого нужно смиренно сносить от гуру любые унижения. Был такой случай, когда в компании людей Абай плюнул в стакан, и Талгату сказал «выпей», и тот выпил. У всех был шок. Они же заставляли его на рынке ходить, вот одеваться в дирюгу какую-то, и ходить по рынку, и побираться. Вот просить просто милостыню. Вот уничижение такое. И ему это, как бы, не то чтобы нравилось, но он считал это очень важным. Ну, как бы, это действительно важно, победить гордыню. Нигматуллин настолько доверяет новым друзьям Абаю и Мерзе, что со стороны это выглядит, как добровольное рабство. Но вместе с Талгатом по этому пути идут сотни других людей. Среди них художники, писатели, врачи. Многие из них успешны в своей профессии. Этих людей сложно назвать послушной массой. Каждый в тот момент делает сознательный выбор. Абай давал людям ощущение свободы, в равенстве. Талгат – популярнейший человек. Он был равным. Они были братья все. Абай открыл им эту возможность. Но одновременно дав им эту возможность, он получил над ними власть. Собрание единомышленников постепенно превращается в секту. Будто что-то разрастается внутри Абая. Какая-то заразная болезнь, которой он не может противостоять. Учителем Талгата овладевает гордыня. Он говорит, я не могу, Игорь, я не могу любить людей. Я делаю все, чтобы они набили мне морду, а они мне кланяются. И он ненавидел в этом смысле, презирал людей за их халуйство, рабство, раболепие под видом духовных поисков. Чем более одержимым становится учитель, тем больше отдаляется он от своего ученика. Успех Талгата он уже с трудом переносит. Теперь Абаем владеет зависть. Вот Абай хотел быть Талгатом Нигматулиным, но ему это было не дано. И вот где-то тут в основе всех последующих событий лежала вот эта мучительная зависть к человеку, который намного талантливее тебя, пользуется признанием, успехом, рядом с которым ты проигрываешь. На съемках фильма «Провинциальный роман» Талгат знакомится с Венерой Ибрагимовой. После нескольких встреч он приезжает за ней на стареньком москвиче, взятом на прокату друзей. Прямо на съемочную площадку. Машина завалена цветами. Талгат почти силой увозит Венеру в ЗАГС. Понимаешь, искусство требует искренности. Жизнь тоже. Даже больше, пожалуй. Ну что ж, пожалуй. Венера – необыкновенная женщина. Черный пояс по карате – боевой характер. Нигматулину будто послана новая защитница, сильнее прежней. Венера и Абай сразу становятся врагами. Очевидцы вспоминают, что за спиной новой жены Талгата Абай и Мерза чертят в воздухе магические знаки. Но Талгат продолжает верить в святость учителей. Он отдает им главные роли в своем долгожданном режиссерском дебюте – краткометражном фильме «Эхо». Других кандидатур Талгат просто не замечает. Картина не получилась. Учителя мастерски владели искусством перевоплощения внутри секты. Но перед бесстрастной камерой им это не удавалось. Да и вели себя на съемочной площадке так, словно фильм делали они, а не Талгат. Они голые появлялись на присъемочной группе. Всячески людей шокировали, потрясали. Группа возмущалась – Талгат, неужели они выпивают, пьют? Да что же как-то связался с такими людьми? Разрастающаяся в Абай одержимость требует выхода, требует нового простора. В подобных начинаниях Мерза ему неизменно помогает. Он увозит Абая вместе с адептами секты к себе на родину – глухой киргизский аул. Там, вдали от цивилизации, они могут делать все, что хотят. Целительство, молитвы, медитации. Постепенно отходят на второй план. А на поверхность выходит другое – непрерывное пьянство и свободная любовь. Все это якобы требуется для того, чтобы снять социальные условности, стыд и обрести абсолютную свободу. Не Талгат был предателем того пути, по которому они вместе шли, а его учитель был предателем того пути, по которому они шли вместе. Вот в чем трагедия-то. В это время Нигматуллин работает в Москве. Много снимается на выездах. До него доходят слухи о том, что происходит в далеком Ауле. Но Талгат не верит им до последнего. До того момента, когда противостояние с учителем становится очевидным. Он неожиданно вдруг прилетел и появился вот на том месте. И он увидел этого Абая и, значит, и орду молодых девиц. И тот не ожидал, потому что он не должен был приезжать. Вот он все это увидел и, наверное, что-то понял. После поездки в Киргизию Нигматуллин перестает считать Абая святым. Но и дурно отзываться о нем никому не позволяет. Спустя некоторое время Талгат приходит в православную церковь. Много читает Библию. Будто готовится к чему-то. Он крестился незадолго до своей смерти. За своей гибели. О своем крещении Талгат не говорит бывшему учителю. То, естественно, то, что ты делал бездумно, вот до этого состояния крещеного, ты начинаешь видеть, конечно же, по-другому. Ты начинаешь понимать, что там было. И, мамочки мои, как можно с этим жить? Это же потрясение, гигантское потрясение того, что... Поэтому он уже не мог делать того, что он делал до этого, бессознательно. Потому что там волей-неволей открываются глаза, и ты переоцениваешь все. В феврале 85-го года от Абая начинают отворачиваться его последователи. Вильнюсские члены секты отрекаются от своего учителя и отказываются платить дань. Разгневанный Абай собирает карательный отряд. Вместе с Мерзой и тремя преданными людьми он отправляется в Вильнюс. Когда он стал терять эту власть, он попытался ее восстановить методами бандита, методами тирана, методами мафиози. Когда отступников решил наказывать и думал руками своих адептов, руками Талгата. Абай звонит в Ташкент и приказывает Талгату приехать на разборки. Нигматуллин неожиданно соглашается. Мало того, ходивший до этого чернее тучи, Талгат внезапно преображается. Светлеет лицом, будто решается на что-то. Буквально несколько дней до гибели он летел в Вильнюс. И он заехал такой легкий, веселый, шапкой на бекре. И там невозможно было увидеть в нем ни тени, ни чего-то того жуткого, что с ним может случиться. Похоже, только жена Талгата Венера чувствует беду. Она пытается уговорить мужа остаться дома ради дочери Линды. Дочь еще очень слаба после недавно перенесенной болезни. Но Талгат не умолен. Он продолжает упорно идти навстречу новому испытанию. Опаздывает на самолет. Еще один знак судьбы. Но начальник аэропорта, узнав пассажира, задерживает борт ради знаменитого актера. И Нагматурин все-таки улетает. Популярность Талгата призвана вернуть вильнюсских раскольников в Лоносельдер. Визит московской группы во главе с Абаем и Мерзой начинается с премьерного показа фильма «Эхо». Один из кинотеатров полностью арендован для закрытого просмотра. Но после сеанса вильнюсские адепты бросаются вовсе не к Абаю. Они начинают поздравлять Нигматулина. Борубаев сбешен. Прогулка по улицам Вильнюса также не приносит облегчения. На обложке свежего номера советского экрана из каждого газетного киоска улыбается Талгат Нигматуллин. Я могу себе представить состояние Абая, у которого разваливается секта. И они идут по улицам Вильнюса. И из каждого киоска десятки, сотни портретов Талгат Нигматуллина. Можно представить состояние этого полубога, которого никто не знает. И рядом идет человек, которого узнают все. Когда ему дали этот номер, он так посмотрел. Борубаев срывается. Он приказывает начать избиение непокорных членов секты прямо на улице. Талгат не только отказывается в этом участвовать, но и разнимает дерущихся. Актер, которого привезли для рекламы, бросает публичный вызов своему бывшему учителю. В тот момент, когда он от своего Бога, от своего Христа, когда тот приказывает бить другого человека, он отказывается это делать. Отказывается это делать. Это был для всех шок. Для Абая это было преступлением. Абай и Талгат встречаются вечером на квартире художника Калинаускаса. Абай и его свита застают Нигматуллина за телефонным разговором. Он пытается примирить недавних соратников, просит прощения за драку. Этот поступок переполняет чашу терпения Абая. Теперь он объявляет предателем самого Талгата. Наставники становятся палачами. Очень прошу вас продемонстрировать, каким образом унес Борубаев удары Нигматуллина. Ну, удары ногой довольно серьезные. Продемонстрировать еще раз. Ну, вот так ведь нет. Это один еще. И слева, по-моему, он ударил еще сюда. Талгат не сопротивляется, только прикрывается руками. Он словно дает Борубаеву шанс остановиться и вернуться на тот путь, по которому прежде они шли вместе. У него очень много было от ребенка. От такого, я бы сказала, светлого наива. Но это не наив глупого человека, это наив светлого человека. Расправа происходит так бурно, что жильцы соседней квартиры вызывают милицию. Но стражи порядка ограничиваются устным предупреждением. Им не приходит в голову заглянуть в ванну. Там прячется искалеченный Талгат. Умывается. Будто готовится закончить начатое. Готовится идти до конца. Как он это делал всю жизнь. Когда Нигматуллин выходит, избиение продолжается. Кто мог остановить Абаян? Никто не мог остановить Абаян. Он сам себя не мог остановить. Он же сам не контролировал, я уверен в этом происходящем. Он просто шел по линии провокации до конца. И дошел до этого конца. Участники расправы останавливаются только под утро. Будто очнувшись. Никто толком не понимает, что произошло. Кто-то из них вызывают скорую. Но Талгат уже мертв. Судебные медики насчитали 119 повреждений. Венера Нигматуллина вынуждена кремировать тело мужа. После этого она 10 дней отказывается принимать пищу и воду. К жизни Венеру возвращает только одна мысль. О дочери Линде. Когда идет процесс по делу убийц Нигматуллина, в зале Верховного суда Литовской ССР нет свободного места. Дело более чем загадочное. Среди убийц аспирант престижного вуза. Кандидат наук. Нет ни одного уголовника. О том, что произошло, они вспоминают, как о помуднении рассудка. Особняком держится только Мерза. Он единственный из подсудимых утверждает, что убийство было намеренным. Когда он спросил, как вы думаете, они хотели его убить? Когда били. Говорят, раз убили, значит хотели. Аббай выглядит абсолютно потерянным. Пытается ловить взгляды Мерзы. Но того уже будто нет рядом. Вы по собственной инститиве начинали с Генеевым? Да нет. В основном, ну так, исходила инициатива от Борубая. Главным потрясением для страны становится известие, что мастер боевых искусств не предпринял ни единой попытки сопротивления. Вопрос, почему Талгат Нигматуллин дал себя убить, по сию пору многим не дает покоя. Они на суде об этом сказали, что если бы он встал и начал сопротивляться, то просто мы бы ничего сделать не смогли. Вот так принять смерть, это, уверяю вас, это я уже жизнь практически прожил, да, это не каждый, далеко не каждый на это способен. Просто вот так принять молча смерть. Человек, который пытался остановить насилие, не подчинившись приказу, конечно же, не был ни зомбирован, ни очарован. На тот момент уже нет. На тот момент Талгат, похоже, нашел настоящего отца и учителя. Нашел незадолго до приезда к собственной Голгофе. Своим поступком он старался повторить его подвиг. Однажды он мне сказал, и так хорошо сказал, «Знаешь, никогда не надо на зло отвечать злом. Никогда. Вот что бы с тобой ни происходило. А для человека, который понимает, что душа бесконечна и он бессмертен, лучше отдать свое физическое тело, чем подчинить душу свою злу». Одна из легенд гласит, что Нигматуллин перед началом расправы заговорил с Абаем о Христе. Лицо бывшего учителя исказилось злобой. «Готов ли ты пострадать за веру?» – спросил он Талгата. Нигматуллин ответил «Да». Он сказал о том, что я крещеный, а ты не имеешь надо мной власти. Ну, а тогда уж сказано было то, что ежели веруешь во Христа, так и умри, как он. Вот он поэтому, одна единственная причина, почему он не защищался. В момент убийства Талгат не сопротивлялся, пытаясь помочь своим палачам. Давал им шанс остановиться, чтобы спасти душу. Пытался помочь своему другу Абаю избавиться от овладевшего им беса. До последней секунды Талгат не мог забыть своего талантливого друга, который оставался где-то внутри этого искаженного злом человека. Даже в этот момент Талгат продолжал искренне любить его. Он перенес столько унижений, избиений, продолжал на него смотреть. Они смотрели, не отрываясь друг на друга. Абай не выдержал и стал разбегаться и бить его по голове. Это и были смертельные удары. У Абая были тяжелые ботинки. Он разбегался и бил по голове Талгату, как по футбольному мячу. Сказали, вот тогда все поняли, что он бивает его. Талгат победил его. Все, что эта сила может сделать, это вот плеваться злобою и тебя убить физически. А если убивает физически, значит, твоего духа покорить никак не может. Оно не может тебя превозмочь. Один из убийц Талгата Нигматулина, Григорий Бушмакин, был отправлен в психиатрическую клинику специального режима. Прямо из зала суда. Он утверждал, что внезапно увидел Талгата, который улыбался ему среди зрителей. Абай Борубаев умер в тюрьме, не отсидев и половины срока. Он мало разговаривал в последние годы. Бес, который кормился Абаем, похоже, сгинул, оставив после себя лишь пустоту. Зато Мирза вышел на свободу в 97-м. Он выглядел вполне упитанным и жизнерадостным. Будто получил повышение за хорошо сделанную работу. Еще 9 лет до самой смерти продолжал Мирза собирать вокруг себя новых адептов. Абай, меня все любят без смерти. Сегодня его поклонников и подражателей можно найти не только в Кыргызстане, но и по всей Центральной Азии и в России. Они создали страницу в интернете с заповедями Мирзы. Забираются даже построить на его могиле мавзолей. Но на территории этих стран живет и другая история. История о любви, жизни и смерти. О бескомпромиссном пути. О поиске отца и учителя. Легенда о Талгате Нигматуллине. 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 Продолжение следует...